В городском электротранспорте Перми В начале другая информация. Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля продукции прикамского мясокомбината «Кунгурский», который выпустил говяжьи полуфабрикаты с листериями и бактериями кишечной палочки. Об этом говорится в сообщении Федеральной службы. Также в документе Россельхознадзора указано на необходимость принятия соответствующих мер в отношении перечисленных предприятий региональным органам ветеринарии. Аналогичный режим действует для 24 производителей из разных регионов России. В их числе ежкаролинский мясокомбинат, в консервах которого нашли мышьяк. У продукции поспелихинского молочного комбината выявлены несоответствия жирно-кислотного состава в сыре. В продукции компании «Чебаркульская птица» и молочный комбинат «Петмол» инспекция обнаружила остатки запрещенных и вредных веществ. Товары этих производителей могут присутствовать на прилавках пермских магазинов. И здесь стоит добавить, что комбинат «Кунгурск» является крупнейшим мясоперерабатывающим предприятием Пермского края. Его доля на мясном рынке региона по собственной оценке компании составляет 42%. Мощность производства мясной гастрономии составляет 35 тысяч тонн в год. В пермских трамваях и троллейбусах начали принимать к оплате банковские карты. С сегодняшнего дня в общественном транспорте можно расплатиться бесконтактно. Причем участие самой карты не обязательно. За проезд можно расплачиваться при помощи смартфона или же смарт-часов. Все подробности далее. Горсти мелочей и мятые банкноты в общественном транспорте уходят в прошлое. На передний план выходят пластиковые карты и смартфоны. Масштабный проект запущен в городском электротранспорте пока в тестовом режиме. Эта система поставлена на существующие валидаторы для учета проезда льготников. Мы просто было обновили на действующих валидаторах. Не надо затрачивать денег, чтобы поставить какое-то новое приемное оборудование. Просто все действующие валидаторы сегодня принимают оплату бесконтактными картами, телефонами, часами, ну всеми современными форм-факторами, которые можно бесконтактно произвести оплату. Пока пассажиры на 70-80% оплачивают проезд наличными средствами, говорит кондуктор. Остальная оплата проходит через льготные и обычные проездные. Но это лишь дело привычки и в основном из-за того, что в транспорте пока никто и не предлагает оплачивать проезд безналом. Как не предлагаются и разнообразные тарифные планы на поездки. Такая практика существует в других городах России. При этом комфортная оплата проезда – это лишь часть системы, которая в целом нуждается в комплексном реформировании, заявил глава региона Максим Решетников. Мы недооцениваем вообще роль общественного транспорта. Мы в последние годы как-то отошли от этого и решили, что это рыночная услуга. Так вот это не рыночная услуга, это общественная услуга. И если мы не будем развивать общественный транспорт, мы не справимся с проблемами пробок. Мы не сможем обеспечить доступность для людей качественной медицинской помощи, качественных образовательных услуг и так далее. Потому что надо, чтобы транспорт был экономически доступен, физически доступен, чтобы он был принципиально другой уровень комфорта. Системные изменения в сфере общественного транспорта, над которыми сейчас работают власти города и края, предусматривают переход от системы распределения маршрутов к системе заказа транспортной работы, при которой перевозчики будут иметь гарантированный объем работ и должны качественно их исполнять. По словам главы региона, в проекте бюджета будут предусмотрены средства на переход к новой модели и в том числе на закупку нового подвижного состава для городского транспорта. События, как минимум долгожданные, разговоры о применении банковских карт в общественном транспорте достаточно долго циркулировали, и вот они обретают вполне себе конкретные формы. Об этом мы поговорим с нашими гостями. Роман Залисинский в нашей студии, руководитель департамента дорог и транспорта администрации Перми и Константин Подвальный, управляющий Пермским отделением ПАУС Бирбанк. Приветствую, господа, и спасибо за вашу отыкчивость. Роман Борисович, ну, с почином, что ли, рассказывайте, что случилось и как удалось добиться. Сегодня запущена версия бесконтактной отплаты в общественном транспорте. Это пилотный проект. Вместо с Бирбанком мы этот проект несколько месяцев обкатывали, тестировали, и сегодня мы его запустили пока на транспорте ГЭТ, это трамвай и троллейбусы, и в перспективе мы масштабируем этот проект на все виды общественного транспорта, автобусы, троллейбусы, трамваи. Сегодня вечером после эфира я в качестве эксперимента могу, например, проехать на трамвае и расплатиться смартфоном. Конечно. А тестовый период, как долго будет продолжаться? Тестовый период, в принципе, система работает. Все валидаторы сегодня, которые считывают данные с платежных устройств, они у нас подключены, абробированы, система 100% работает. Когда она будет масштабироваться, это второй вопрос. Сегодня мы подготовили изменения в нормативную базу администрации города. Нормативные документы проходят общественные обсуждения. В течение месяца мы получим какие-то замечания, может быть, пожелания жителей города Перми, может быть, будут какие-то дополнения, изменения, и после этого мы будем уже выбирать банк-партнер. Может быть, это будет Сбербанк или другой банк. Это будет проходить в рамках конкурсных процедур, прописанных законом сегодня. Ну, сейчас, чуть позже вернемся к этому аспекту. Константин, участие Сбербанка во всей этой истории? Как ни странно, мы здесь, в первую очередь, технологический партнер, потому что у Сбербанка есть уже опыт запуска подобных проектах в 50 городах России, и квайринг на транспорте успешно функционирует. И мы здесь представили такое решение, которое позволило на этапе пилота не инвестировать в Горэлектротрансу собственные средства. Мы прошили специально программное обеспечение на существующие валидаторы для карт учета льготников, и по ним можно теперь рассчитываться бесконтактной банковской картой. Роман, я не случайно, прежде чем начать нашу беседу, обозначил, что вот эта идея оплата картами, она витала в воздухе очень давно, и про нее очень давно говорилось. Почему только сейчас? Ну, почему не буду отвечать на этот вопрос. Мы внедрили, да, это сегодня, может быть, поздно, может быть, кого-то мы опередили, это уже второстепенно. Да, карта работает, система внедрена. Какие-то города пошли вперед, города Перми, к сожалению, опять-таки, или к счастью, они опять отработали эту систему. У Сбербанка большой опыт. Я думаю, что это хорошо. Просто на чужих ошибках учимся в этой ситуации, и перенимаем лучшие практики, которые есть в стране, и ставим уже эту систему в Перми. Стоит заметить, что сегодня каждый киоск уже, чашку кофе покупаешь, он берет у тебя оплату карточкой. Каждый киоск, это несколько иная история. Это все-таки малый бизнес, а муниципальное предприятие, оно такое несколько более забюрократизированное, что ли? Муниципальное предприятие, оно может быть и забюрократизировано, но это опять-таки хозяйственный субъект, который работает в сфере бизнеса, и он в сфере конкуренции должен развивать себя с точки зрения информатизации. Смотрите, Константин, вы говорите, что все лучшее взяли из практики, внедренное в других городах. Что было доработано, может быть, о неких неудачах, например, других регионов? Была такая инновация, но от нее отказались, потому что не пошло. Оборудование, допустим, пропускная система. Сегодня мы остались на системе пока использования кондукторов, которые валидатор в руках держит. Есть варианты, когда трамвай или троллейбус оборудуются в турнике, там вход только через одну дверь, там прикладывается к валидатору, и тогда ты проходишь, либо ты рассчитываешься с водителем, например, как в Великобритании это сделано. Но очереди, люди-то стоят на вход в одну дверь в трамвай, или в троллейбус, это неудобно. Мы думаем, в первую очередь, о клиенте, и поэтому убрали систему, связанную с турникетом, вернее, даже не стали предусматривать систему, связанную с турникетом или с ограничением прохода. Второе, мы не стали предусматривать систему с установкой самостоятельных устройств, где ты можешь рассчитаться. Почему? Потому что практики пока нет. Можно поставить валидаторы, но там ведь надо будет крепить к ним огромную инструкцию, что нужно сделать, чтобы купить себе билет, и откуда он распечатается. И потом каждой бабушке еще объяснить. Да, и потом объяснить. Поэтому мы вот учли эти истории. Вроде бы ты делаешь технологические новинки, хорошие решения, современные, принятые в мире, но люди не готовы. Поэтому мы пошли пока по пути простому, прошили именно эти валидаторы. Есть кондуктор, который может объяснить, рассказать, и люди будут учиться. Для этого все равно нужно какое-то время, чтобы люди привыкли к этой форме. Почему мы еще на это идем? Потому что мы заботимся о наших клиентах, об их удобстве. Мы сейчас уже заговорили о том, что в каждом киоске можно рассчитаться картой. Карта стала вообще привычным инструментом в нашей жизни. Зарплату получаем на карты, большинство из нас получает заработную плату на карты. В магазинах рассчитываемся по картам, участвуем в бонусных программах, которые дает эта карта. Поэтому у каждого банка практически есть своя бонусная программа. Чем больше ты рассчитываешься без налом по карте, тем больше ты получаешь бонусов, тебе это выгоднее. Я вам больше скажу, у меня одна из карт все еще с чипом по-прежнему, без модуля NFC. Я чувствую себя динозавром, когда вынужден вводить пин-код вот этот. Да, это опять же ускорение расчетов. То есть если мы берем форму карты, когда ты вводишь пин-код, ты должен контакт на карту, во-первых, вставить, во-вторых, ввести код. Это потеря времени. Мы работаем еще на ускорение, а это важно уже для предприятия. Когда кондуктор может быстро обслужить большее количество клиентов, его эффективность и производительность повышаются. Это немаловажно. Мы смотрим, с одной стороны, на клиента, чтобы ему было удобно. Он привык к этому средству платежа. Ему никуда не надо идти покупать другую карту, которую тоже надо где-то носить, там доставать, электронную, которую можно рассчитаться в транспорте. А с другой стороны, предприятие, оказывающее услугу, экономит свое время, повышает свою эффективность, снижает свои издержки. На инкассации, в том числе, отказываясь от работы с мелочью. Поэтому этот продукт, мы считаем, выгоден и клиенту розничному, и клиенту корпоративному. К слову сказать, справедливости ради, у Сбербанка большой опыт по внедрению неких новаций в широкие слои населения, что ли, да? Как минимум, очень большой процент, я думаю, операций проводится сейчас именно через банкоматы, через терминалы, без участия кассиров. Это рывок за последнее время колоссальный. Я объективно говорю. Это так. И очень большой процент уже проводится операций через телефоны. Людям даже банкоматы не нужны. Хорошо. Давайте все-таки к транспорту. Роман, когда автобусы подключатся к этой всей истории, это первый вопрос. И что, собственно, говорят сами перевозчики? Наверняка вы уже общались с ними. Ну, давайте так. Здесь сложнее ситуация. Нет, ситуация достаточно простая. Сегодня любой перевозчик может в добровольном порядке подключиться, прийти в Сбербанк. Система отработана, программный продукт есть. Установить его бесплатно. И пассажиры, перевозчиков автобусов, имеется в виду коммерческие автобусы, они будут пользоваться такой же системой. В ближайшее время, я повторюсь, мы разработали нормативный документ. Значит, мы проводим торги на обслуживание нас, данной системы, вообще в отрасли банком. И уже масштабируем ее, наверное, осенью уже, к зиме, система будет запущена. Я понимаю, ваши риски опасно называть конкретные даты, потому что всегда может что-то пойти не так. Но, тем не менее, планы это осень. Я думаю, октябрь-ноябрь мы запустим данную систему, вообще по транспорту города Перемья. Ну и давайте с другой точки зрения, сегодня очень много жалоб поступало, когда заходит пассажир, а у него нет налички, а есть карта. А перевозчик берет только наличкой. Поэтому и перевозчикам это удобно, и пассажирам это удобно. В первую очередь, это пассажирам. Он не задумывает сегодня, он пришел, оплатил и ушел дальше. Я надеюсь, это была оговорка из ваших уст о том, что любой перевозчик может прийти в конкретное финансовое учреждение, вы его назвали. Я думаю, что он может прийти в любое учреждение. Он может прийти в любое учреждение, но данная система она сегодня в пилотном варианте запущена. Это программа определенная, и данная программа как бы она пробирана и работает. Можно ли говорить о неких новациях также в сфере тарифа образования? Например, чем дольше поездка, чем она протяженнее, тем меньше там платит. Либо же, не знаю, однодневный проездной. Мы будем двигаться дальше по этому пути? Мы двигаемся дальше. Мы сегодня уже разработали где-то пять видов карт. Это и проездной билет, и пересадочный билет. Значит, будет разработано, сейчас идет разработка тарифного меню некого. Если ты на год покупаешь ряд поездок, они будут стоить определенную сумму, допустим, рубль. Если ты покупаешь 50 поездок на месяц, они будут стоить, может, там, ну, образно, там, рубль 10. Если ты едешь в транспорте один раз, может быть, это будет стоить рубль 50. То есть, клиент должен выбрать, если он ездит, ездит клиент, пассажир. Если он, ребенок, ездит в школу каждый день по два раза, это 60 поездок у нас, ну, там, извиняюсь, 50-60 поездок в месяц, 500-600 в год в среднем, да, то есть, естественно, родители купят ребенку проездной на весь год, и это будет дешевле, чем каждый раз платить. То есть, мы возвращаемся... Мы возвращаемся к тарифному меню, да, к дисконту, который будет представлен в этом меню. Константин, вот, исходя из материалов моей некой справки, да, жители Ростова, где Сбербанк является оператором в общественном транспорте, да, обращались в банк с жалобой на многократное списание при оплате проезда, ну, речь о банковской карте. Ну, в биллинге бывают сбои, во всяком новом продукте при обкатке бывают какие-то сбои, да, я думаю, что банк урегулировал и вернул излишне списанные деньги по карте. Такое бывает и в магазине, когда проходит двойная транзакция, но для этого берется определенный срок, чтобы урегулировать эту операцию, деньги возвращаются клиенту. Вы говорили, да, что предпочли вот такой путь интеграции там своих продуктов, ну, прошивка валидаторов и отказались там от турникетов, там вот, в силу там тех или иных причин. Я вас подвожу к слову инвестиции. Вы оцениваете возможные инвестиции со стороны своего учреждения, да, но в случае того, что вы будете победителем в определенном случае? Да, здесь логика очень простая. Есть заказчик Горэлектротранс, который будет объявлять конкурс, в котором заложат технические условия, которые он бы хотел видеть на своем подвижном составе, в каком составе оборудование это должно быть, да, как все должно быть представлено, то есть некое техзадание. Исходя из этого, мы оцениваем инвестиции в сроках окупаемости и принимаем решение о цене участия. Все очень просто, звучит просто коротко, ну, там, конечно, надо все посчитать и математику всю разложить, но выглядеть это будет так. И отсюда мы принимаем решение. Сейчас говорить о каких-либо цифрах преждевременно, потому что мы не оценивали даже оборудование там, всего подвижного состава, да, и тот функционал, тот функционал, который максимум мы можем сделать, исходя из тех пожеланий, которые есть у города и у города электротранса к системе. То есть, вот Роман Борисович заговорил о том, что будет там меню билетное, да, меню тарифное. Но ведь, а зачем оно по большому счету? И с одной стороны, для удобства клиента, с другой стороны, город сегодня решает проблему транспортную, по сути дела, в том числе и с пробками. Если мы делаем привлекательным общественный транспорт, обновляя подвижной состав, да, делая удобным пользование им, делая удобные тарифные планы, люди лишний раз не поедут на своей машине и не будут создавать пробку, опять же, защитят нашу экологию, потому что электротранспорт более экологичный вид транспорта. Поэтому, на самом деле, мы говорим сегодня о маленькой части большой программы улучшения жизни в нашем городе. Я как гражданин очень этому рад и как житель Перми я реально рад этому и доволен, что город движется в этом направлении. Роман Борисович, последний вопрос, наверное, меньше минуты у нас осталось, времени. Что касаемо льготных проездных, подразумевается ли это, что это некая отдельная пластиковая карточка, либо же это, возможно, будет просто какое-то мобильное приложение? Это будет и карточка, кто захочет ее приобрести. Либо же это интеграция в существующий уже мультипасс, который есть у школьников? Конечно. Сегодня мы школьнику уже внедрили, мы записываем платежную информацию на школьную карту и школьник может уже платить данной картой. То есть, такой процесс идет, мы его начали и будут разработаны различные программные продукты, не обязательно покупать карту, можно скачать приложение, пополнять его и валидатор будет считывать. Спасибо. Спасибо большое. Роман Залисинский в нашей студии, руководитель Департамента дорог и транспорта администрации Перми и Константин Подвальный, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк. Спасибо, господа, за ваше внимание. С вами я прощаюсь, а вот с телезрителями не прощаюсь. Приверемся на короткую рекламу, после нее продолжим. Мы продолжаем. С начала года в Прикамье на треть выросло количество обращений по оспариванию кадастровой стоимости объектов недвижимости. Причем более чем в половине случаев стоимость объекта удается значительно снизить. Актуальная статистика сразу далее. Компания Михаила Рабиновича еще в 2014 году решила сделать переоценку кадастровой стоимости участка, на которой находится отель. Заключив договор с оценочной организацией, меньше чем за шесть недель Хилтон получил положительное решение, по которому налог на землю снизился на треть. Как добавляет Михаил, некоторым коллегам по отельному бизнесу удалось снизить налог на землю в центре Перми аж вдвое. Когда государевые люди оценивают земельные участки и у нас растет затраты на оплату земельного налога, сразу возникает вопрос почему. Исходя из этого вопроса мы подумали и решили, что раз есть законная процедура по оспариванию стоимости кадастровой, мы под ней пойдем. В реестре добавляют растет число заявлений на переоценку. Так, за первый квартал 2017 года в комиссию по рассмотрению споров о кадастровой стоимости недвижимости поступило более 150 заявлений по земельным участкам. По объектам капитального строительства лишь семь. В этом году общее число заявлений выросло более чем на треть. По земельным наделам количество заявок осталось примерно на том же уровне. А вот обращение по объектам капстроя возросло почти в 15 раз. Как говорят эксперты, такая разница в последнем сегменте связана с тем, что уже с 1 января этого года налог исчисляется от кадастровой стоимости в отношении объектов капитального строительства. За первый квартал 2017 года комиссии принято 144 решения, из них положительных 98, отрицательных 46. За аналогичный период 2018 года комиссии принято 227 решений, из них 131 решение положительное, отрицательных 96. Помимо юридических лиц, обратиться с заявлением на оспаривание кадастровой стоимости и соответственно снижение налога на землю могут и обычные граждане. По оценкам экспертов, это будет происходить все чаще. Поскольку кадастровая оценка это массовая оценка, то, наверное, кадастровую стоимость квартиры, если она завышена, целесообразно оспаривать сразу всем домом. При этом специалисты предупреждают, прежде чем начинать оспаривать стоимость, нужно оценить экономическую целесообразность процесса. Зачастую бывает проще заплатить на тысячу рублей налога в год больше, но при этом сэкономить около 30 тысяч рублей на судебных и оценочных тяжбах. Ну, собственно, эту тему и обсудим с гостями в нашей студии. К нам пришел Николай Николаевич Гончаров, министр управления имуществом и земельным отношениям Пермского края, и Ольга Козырева, исполнительный директор компании Air Consulting. Приветствую вас, прежде всего, и спасибо за вашу отзывчивость. Так вот, господа, колоссальные цифры. С начала года в Прикаме на треть выросло количество обращений по оспариванию кадастровой стоимости. Но, как минимум, такими данными мы располагаем. Согласны? Иные данные? Смотрите, коллеги, ну, как вы уже в сюжете было сказано, рост произошел у нас из-за того, что с 1 января 2018 года у нас налогообложение по объектам недвижимости стало происходить от кадастровой стоимости. Поэтому только из-за этого. В прошлом году налогообложение от кадастровой стоимости не происходило по объектам недвижимости. Вот, это нормальная статистика. Если говорить о количестве оспариваемых дел, как много? Положительных? То есть, да, положительных. То есть, люди, собственники объектов недвижимости не согласны с тем, во сколько оценено их здание, торговый центр, бизнес-центр, там еще что-то? Ну, что, допустим, исходя из нашей практики, да, опыт большой и статистику можно какую-то уже подвести. Допустим, по земельным участкам, да, практика положительная. Что в предыдущие годы, что в эти годы. По объектам капстроительства не совсем так. Ну, порядка 30% что-то проходит через комиссию. Судебная практика положительная вся. В сюжете тоже прозвучало о том, что необходимо 10 раз подумать, да, стоит ли уходить в судебные тяжбы, соответственно, нести некие затраты, либо же проще заплатить там, да, некую сумму налога, да, причем понимая, что вроде как ты не согласен с этим. Так получается? Ну, вообще для коммерческих предприятий чаще всего эта процедура целесообразна. Естественно, проводится первоначальная экспресс-оценка для принятия, для того, чтобы собственник принял решение, либо собственник, либо арендатор объекта капстроительства. Для жилых помещений чаще всего это нецелесообразно, потому что квартиры, как правило, они посчитаны достаточно дешево, плюс вам еще понижающие коэффициенты. То есть налог выходит там порядка 4, максимум 5 тысяч, то есть процедура она порядка ну 20-30 тысяч, то есть соотношение качества не совсем как для коммерческих объектов. Николай Николаевич, если сравнивать опыт нашего региона и других регионов страны, верно понимаю, что в других регионах несколько раньше процессы были запущены? Ну, там есть разные регионы, где-то раньше, где-то до сих пор еще процессы не запущены. Что касается опыта по оспариванию, мы сейчас находимся, действительно, как сказал Ольга, это примерно 30% у нас проходит через комиссию, это примерно такой московский уровень. Есть выше, есть ниже. Вот я хотел бы еще подискутировать по поводу целесообразности и нецелесообразности оспаривания. Смотрите, конечно же, не даже говорит, что целесообразно оспаривать все. Как вот там в сюжете говорил коллега, действительно, кадастровая оценка, она нас носит массовый характер, иногда могут быть корректировки в кадастровой оценке, но опять же, злоупотреблять своим правом и в любом случае выходить со спариванием кадастровой стоимости. Наверное, это не совсем целесообразно. Сначала все-таки надо проанализировать рынок, посмотреть стоимость кадастрового объекта, сравнить ее с рынком, ну и после этого, наверное, уже принимать решение. Потому что мы анализируем обращения, которые у нас поступают в комиссию, часто, очень часто, к сожалению, мы явно видим, что идет у нас злоупотребление правом. Если объекты, которые находятся в центре, у нас уже оценены по кадастровой стоимости примерно там в диапазоне от 28 до 38 тысяч за квадратный метр, что, в принципе, уже немного, то поступают в комиссии такие отчеты, можно назвать это вопиющими отчетами, где просят установить кадастровую стоимость в размере 500 рублей. 500. При рыночной стоимости объекта, ну выше там, выше 35, хотя я даже не буду адреса называть, если кадастровая стоимость 35, рыночная выше даже, она около 40, ну вот так, есть такие собственники. Но при этом бывали же и вопиющие случаи, ну сейчас, может быть, про опыт нашего региона расскажете, да, но в Подмосковье там, да, некая там условно дача у физлица там, и у нее внезапно там оказалась кадастровая стоимость выше рыночной, там, не знаю, в какие-то многие-многие, чуть ли не десятки раз. Известны ли о таких случаях в Пермском крае? Известны такие случаи в Пермском крае. Допустим, были объекты, ну я, допустим, я скажу, где и максимальные, минимальные, да, значения. Но прежде всего физлицо или юрлицо? Не в зависимости от субъекта, тут мы все-таки отталкиваемся от объекта недвижимости, да. Допустим, в Пермском районе были по 50 тысяч за квадратный метр, да. А реальные стоимость при этом? Ну, реально где-то в районе 20 тысяч за квадратный метр, то есть мы, видите, рассчитываем объект, исходя из его конструктивных особенностей, из местоположения на первой либо на второй линии, то есть внутреннего, локального местоположения объекта, то есть тут индивидуальная оценка. И, да, действительно методы массовой оценки, они укрупненные. Ну, вот, допустим, что касаемо вопиющих случаев, да, допустим, по районам рассчитана кадастровая стоимость от 18 до 25 тысяч районам Пермского края. Будь то Аханск, будь то Кунгур, а на самом деле цены совершенно разные. То есть, если, допустим, экономически неразвитые районы типа Аханска, Кизила, там примерно на порядок цен от 2 до 6 тысяч в зависимости тоже от конструктивных элементов. А уже Кунгур, Добрянка, там, ну, ближе к реальности там от 10 до 16. Я вот такие большие диапазоны говорю, потому что все зависит от нюансов именно вот региона. Ольга, мы сейчас про квартиры говорим, про жилье. А объекты капстроительства. А объекты капстроительства. 2 тысячи за квадратный метр по конструктиву. От 2 тысяч, да, в зависимости от какого вообще состояния. То есть, бывают такие объекты, что они по техпаспорту, да, вроде бы, стоят, а выходим на место, там даже ни крыши, ни перекрытия. Не, ну, коллеги, смотрите, надо разделять, если действительно объект, он уже не существует в реальности, но у нас же есть законные методы, чтобы исключить его из реестра, соответственно, я имею в виду прав. Он существует? И таким образом нету, тогда объекта, нету налога. Мы же понимаем, что по конструктиву, если это живой объект, он не может стоить 2 тысячи рублей за квадратный метр. Но если мы, допустим, говорим о самых отдаленных районах, деревнях, да. Но вы сейчас про затратный метод говорите, если это затратный метод. Затратный подход. Ну, конечно, затратный подход. Значит, получается, исходя из того, что вы говорите, за 2 тысячи рублей можно построить здание с затратным подходом. Ну, мы не говорим, что можно построить здание, Мы считаем рыночную стоимость. Смотрите, подходы, они именно грамотно составлены и учитывают массу корректировок для того, чтобы мы именно вышли на рыночную стоимость. Допустим, Качева, Яйва, где нет вообще экономического развития, дотационные регионы, где больше отток населения, чем приток. То есть мы считаем и внешние устаревания, которые именно приходят к затратам. Да, действительно, сейчас вы говорите про такие районы, где там отдаленные, депрессивные регионы. Не хотелось бы депрессивно называть, но смотрите, опять же, анализируем обращения в комиссию. По таким районам это минимальное количество обращений. У нас обычно идут обращения в комиссию по экономически развитым районам. По экономически развитым районам, где с экономикой у нас в этих районах все хорошо. Опять же, это показатель того, что бизнес в этих районах считает свою экономику, он ее видит, понимает, где они могут сэкономить. Но не всегда эта экономия, она правильная, согласитесь. Потому что если уже действительно оценка у нас кадастровая установлена, она в принципе по рынку соответствует, то пользоваться своим правом, потому что оно есть, и идти еще ее снижать, еще ниже делать, ради того, чтобы оптимизировать свои затраты, кажется, это не совсем правильно. Потому что, опять же, исходя из опыта работы в комиссии, вижу, как все происходит. Я не буду называть конкретные адреса, приходят с отчетом, например, кадастровая стоимость объекта, 10 миллионов. Приходят с отчетом, просят установить кадастровую стоимость в размере 7 миллионов. Там действительно, в принципе, и 10, это небольшая стоимость. То есть, комиссия отказывает, исходя из действительного законодательства, потому что там есть нарушение подготовки отчета. Проходит небольшое количество времени. Опять же, приходят с таким же отчетом по тому же самому объекту и уже просят установить кадастровую стоимость в размере 3 миллионов. Николай Николаевич, если говорить об эффективности, система не старая, скажем так, относительно новая. С точки зрения эффективности, увеличились ли, например, суммы сборов для бюджетов в сравнении со старой системой? Что касается эффективности, я бы сказал так, что после введения налогообложения от кадастровой стоимости, у нас все оказываются в равном положении. Как вы все помните, с 1 января 2013 года, например, стала быть обязательной у нас инвентаризационная оценка. Многие дома, которые вводились после 1 января 2013 года, дома, я имею в виду индивидуальные жилые дома, многоквартирные жилые дома, вообще собственники этих помещений не платили налог, потому что не было инвентаризационной стоимости. А у нас, соответственно, база налогообложения была инвентаризационная стоимость. Так вот, после введения налогообложения от кадастровой стоимости, все у нас оказались в равных условиях. Потому что кто-то, живя в старом доме, например, в старой пятиэтажке, он платил налог, а живя уже собственник, который живет у нас в новом доме, который был построен после 2013 года, хорошим, кирпичным, вообще его не платил. То же самое мы сталкиваемся и по районам, не столь отдаленным, где у нас много коттеджных поселков, дома были также построены после 1 января 2013 года, так вот эти люди ничего не платят. Рядом у нас есть дома, которые были построены в 60-х годах, и вот эти собственники, они платят. Поэтому я считаю, что переход на налогообложения от кадра стоимости позволил нам поставить собственников в равное положение. Хорошо. Ольга, на ваш взгляд, система сбалансирована, эффективна ли, в сравнении с тем, что было, что поменять, что доработать, где докрутить, на ваш взгляд? На мой взгляд, система вообще расчета, исходя из кадастровой стоимости, она логична, но с другой стороны... Николай Николаевич говорит, что встали все в равных условиях. Да, да. Это мировая практика. Тем более, если мы налог платим на машину 7 тысяч, а на недвижимость, допустим, на квартиру 2 тысячи, то здесь чувствуется дисбаланс. Вы знаете, я слышал, что есть такие машины, что... Превышает налог на квартиры. Второй момент, да, очень важный, это, наверное, доработка расчета самой кадастровой стоимости. Потому что под массовой оценкой подразумевается, что мы посчитали, а вы будьте добры, если вас не устраивает, вы пересчитываете. То есть индивидуальные методы массовой оценки. Есть перекосы, как вы говорили уже, есть и как очень маленькие значения в центре города. Это не я говорю. И перекосы в отдаленных, ну что касаемо Москвы, вы говорили, да, там бешеные стоимости. У нас аналогичная ситуация. Если мы возьмем выборку, да, даже просто вот результаты массовой оценки, мы можем математическими моделями вот эти вот выбросы посмотреть, очевидно, за квадратный метр. Конкретно, что необходимо доработать, на ваш взгляд? Доработать, ну, на мой взгляд, вообще, в силу того, что правительство Пермского министерства является заказчиком этих услуг по переоценке кадастровой стоимости, то, наверное, какие-то методы проверки этих работ. Ольга, смотрите, надзор за исполнением, проведение кадастровой стоимости. Смотрите, вот, что касается непосредственно проведения кадастровой оценки. Вот я не соглашусь с доводом, потому что мы вот оценили, а если вам не нравится, то идите там, оспаривайте. Нет, конечно же, это не так. Во-первых, еще до вступления в силу результатов кадастровой оценки у собственников есть возможность принимать непосредственно участие в этой кадастровой оценке. То есть у нас, например, в этом году заканчивается кадастровая оценка УОКСов, подготовка к ней у нас была запущена еще в прошлом году. И до 1 января 2018 года собственники могли обратиться в наше государственное бюджетное учреждение, Центр технической инвентаризации кадастровой оценки, кто является исполнителем работ по кадастровой оценке, с декларациями. То есть если они смотрят перечень, выложено у нас перечень объектов, по которым идет оценка, там есть предварительные данные. Если не устраивает, например, конструктив, не тот указан, потому что, к сожалению, у нас Единый государственный реестр недвижимости не полностью обладает всей информацией по конструктивам зданий, то собственник может обратиться с декларацией и скорректировать эту кадастровую стоимость. Николай Николаевич, меньше минут у нас осталось до финала нашей беседы. Это список, который опубликован в середине июня на профильном сайте. Да, пожалуйста, с ним можно знакомиться. Опять же, я хочу сказать, пожалуйста, все собственники, знакомьтесь с перечнем. Если вы считаете, что там некорректная оценка, есть возможность обратиться в бюджетное учреждение с декларациями, которые будут рассмотрены. Николай Николаевич, а вообще весь этот перечень будет опубликован для расчета налога, исходя из кадастровой стоимости? Он уже опубликован, насколько я понимаю. Он опубликован, но он весь или утвержден будет этот перечень? Нет, подождите, мы сейчас говорим про налогообложение от кадастровой стоимости в имени административных и торговых? Нет, не административных, а вот уже новый перечень, который был в июле. Ну, конечно, он будет весь опубликован. То есть весь полностью, да? Да, спасибо, коллеги. Я думаю, если какие-то вопросы остались у наших спикеров, вы можете смело задать их уже за пределами нашего эфира. В нашей студии Николай Гончаров, министр по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края. Я и Ольга Козырева, исполнительный директор компании R-Консалтинг. Спасибо, господа, еще раз за содержательную беседу. Спасибо, что нашли время заглянуть к нам в гости. Заходите, всегда рады. Спасибо. Мы им рады. Прямо сейчас реклама, после нее мы продолжим. Спасибо, что выбираете РБК. До встречи. Мы продолжаем. И еще одна новость из сегодняшней повестки. Дом на Куйбышево 103 отремонтируют снова. Стоимость 10 миллионов рублей. Сегодня Краевой фонд компремонта назвал подрядчика, который займется работами. В 2015 году в пятиэтажном здании обрушился подъезд. Его восстановили. И вот очередной ремонт. Сами жители, впрочем, слабо верят в эффективность работы. Прямо в квартире все трещины. И так и остался трещины. Трещины не только в квартирах, но и в подъездах. От первого до пятого этажей. Жители дома на Куйбышево 103 уже сами установили контрольные маячки. Собственники квартир говорят о вибрациях, несущих стен. И это уже после всех восстановительных работ, проведенных с момента обрушения подъезда, три года назад. Не знаю, сколько здесь финансов уливается. Это же все надо проверять. Как, что, это. Если дом до сих пор начинает играть, это бесполезно. Тем более первый подъезд подмывает. Постоянно в воде он стоит. О необходимости реконструкции здания сегодня говорят и в Краевом фонде капремонта. Работы оценили в 10 миллионов рублей. В сумму входит ремонт фасада, фундамента и подвальных помещений. Аукцион проводился уже несколько раз. Но единственная заявка от строителей поступила только в последний. Заявка рассмотрена специалистами. Она полностью соответствует, квалификация участника полностью соответствует тем требованиям. Соответственно, контракт на выполнение строительных работ будет заключен с этой единственной подрядной организацией. Это ООО «Нью Граунд» в течение ближайшего времени. То есть в течение 10 дней. Окончание всех работ придется на начало зимы. Но сами жители дома на Куйбышево-103 не верят, что меры окажутся действенными. И по-прежнему просыпаются ночами от малейшего шороха. Все напоминает трагические события июля 2015 года, когда в здании обрушился целый подъезд. Тогда под завалами погибла супружеская пара. Ну и еще один сюжет со строительным уклоном. С уклоном в недвижимость даже. В России собираются ввести обязательно страхование недвижимости и жилья в 2019 году. В Госдуме этот законопроект обсуждается уже давно. Чем он может быть полезен и как бы изменился ход дела в случае с ЧП на Свиязево, на Нагорном. В нашем следующем сюжете. С момента взрыва в доме по улице Свиязева 50-1 прошло почти полтора месяца. С того времени жизнь Ильи Ковальчука резко изменилась. В отличие от обстановки в квартире, которая царит там с 23 мая. Из-за переломов, полученных от взрыва, он со своей девушкой были вынуждены приостановить профессиональную спортивную деятельность. А в качестве компенсации от районных властей пострадавшим жителям выделили по 35 тысяч рублей. Сам дом к осени должны восстановить. Я встречался с участниками, которые дежурят, когда мы заходим в квартиры, потому что там аварийное помещение. Там все ребята говорят, что страшновато после этого жить, потому что трещина до пятого этажа пошла, а мы вот на первом живем. Спустя полтора месяца официально виновные в произошедшем не названы, ровно как и точная причина случившегося. Работа следственных органов все еще не закончена. В настоящее время проводится доследственная проверка, в рамках которой назначена пожарно-техническая и взрывно-техническая экспертизы для установления причины возникшего взрыва с последующим горением. Также проводится уточнение ущерба, определение материального ущерба и степень тяжести вреда здоровью пострадавшим. В таких ситуациях единственным адекватным источником возмещения убытков может быть страхование имущества. В этом случае собственники пострадавших квартир могли бы получить серьезные компенсации. Если бы они застраховали как добровольный вид страхования, то есть свои стены, свою внутреннюю отделку, свое имущество, то они бы получили на ту сумму, на которую они застраховали. То есть у каждого имущества, у каждой квартиры есть своя стоимость, рыночная стоимость или оценочная. То есть тут она примерно одинаковая. И тогда, конечно, бы они получили в полном объеме за минусом износа, тот износ, который произошел на момент взрыва. Тем временем страхование жилья может стать обязательным, подобно ОСАГО для автомобилей. Но конкретных сроков пока не называется, и люди находят в законопроекте свои плюсы и минусы. Обязательное страхование жилья – это тема для обсуждения с нашим гостем. В нашей студии Эльвира Мингалеева, директор Пермского центра страхования. Эльвира, приветствую вас. Добрый вечер. Спасибо за вашу отзывчивость. Так вот, если говорить пока о добровольном страховании, пока, для собственников жилья, которые пострадали в том ЧП на Нагорном, как бы развивалась ситуация? Ну да, если бы было застраховано их имущество, конструктив, их стены были бы застрахованы по добровольному страхованию, то, конечно, бы им страховая компания возместила весь ущерб, но за минус износ. Если говорить о тарифах, сколько бы это стоило, то это примерно 0,1%. Если квартира стоит 1,6 млн, то стоимость страховки заставила бы 1,6 млн в год. Это страхование только стен, конструктива. Если бы человек хотел застраховать отделку, свой ремонт, то тут сумма была бы чуть-чуть подороже. Или недвижимое имущество. Ну сколько, например? Сколько, например? Ну, допустим, если 1,5 млн мы страхуем нашу отделку, то это будет стоить 2,000. А если вместе с конструктивами? То есть некая финальная стоимость, это, собственно, мои стены, мой потолок, мой пол, да? Ну и плюс ремонт, который я сделал, например, 2 месяца назад. То есть, ну вот, отделка на 500 тысяч это 2,000, сами стены это будет 1,000, то есть 3,600, а стоимость полиса примерно 3,600, да? Ну, я почему это спрашиваю? Да, я пытаюсь провести аналогию с тарифами по тому же автомобильному ОСАГО, но это гораздо дешевле. Гораздо дешевле, потому что этот вид страхования, он не убыточен. Не так убыточен, как ОСАГО. Хорошая оговорка, не так убыточен. Можете привести цифры какие-то по Пермскому краю? А услуга вот эта вот вообще пользуется спросом добровольное страхование? Да, я вам могу привести цифры. То есть, в нашем Пермском крае за 2017 год был собран 1 миллиард рублей. То есть, всеми страховыми компаниями по страхованию имущества физических лиц. Выплата произведено 200 миллионов. То есть, это 20% от суммы сборов. Это выплаты. То есть, получается, что это очень доходный вид страхования. В случае, если появляется некое обязательное страхование своего жилья, во-первых, известно ли вам об этой инициативе? Я подозреваю, что известно. Последней новостью жду от вас на этот счет. Да, конечно. Конечно, известно. Все обсуждают сейчас вот этот законопроект, который вносит поправки в три федеральных закона. Это закон об организации страхового дела. У нас чуть-чуть меняется. Там добавляется вот как раз механизм страхования. Как говорят, обязательного. Но оно не может быть обязательное. Но, если можно сказать, оно вмененное. Потому что по Конституции Российской Федерации никто у нас не может обязать страховать наше жилье. А вот. Еще, значит, какие поправки вводятся этим законом? Это сейчас действует у нас закон о защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций. То есть, если кто-то... Это вот отсыл к тому сюжету, который так что был. То есть, если у нас есть пострадавшие чрезвычайные ситуации, то федеральный бюджет и региональный бюджет должны возместить материально вот этот ущерб. Сейчас вот этими как раз поправками вводится в закон изменение. И говорит оно о том, что если у человека не будет полиса, то ему не положено возмещение из федерального бюджета и из регионального бюджета. Когда это может все стать уже, быть в ранге закона? Планируется, что примут окончательно этот закон до 29 июля 2018 года. Это в Госдуме? В Госдуме, да. Да. И если его принимают, то осенью будет публикация этого закона. И после обубликования закона он вступает в силу ровно через год. То есть в 2020 году, я думаю, что мы будем, так сказать, платить вот эту страховку, да, за страховку жилья от чрезвычайных ситуаций. Хорошо. На связи с нашей студией по телефону Екатерина Пахомова, директор агентства недвижимости «Территория». Екатерина, приветствую вас. Сразу вопрос. По вашим оценкам... Добрый день. По вашим оценкам, как изменится стоимость жилья, недвижимости, когда у нас появится вмененное страхование жилья, квартир? Ну, давайте порассуждаем на эту тему. Ну, во-первых, хочу сказать, что уже, да, рассказали о том, что на сегодняшний день действительно существуют различные виды страхования недвижимого имущества. Например, от пожара и затопления, от порчи имущества. Но этот вид страхования, на мой взгляд, не является на сегодняшний день востребован населением. То есть люди не готовы нести дополнительную финансовую нагрузку по тем последствиям, которые, может быть, когда-то могут иметь место быть. Ну, Эльвира только что нам сказала, что, как минимум, со стороны страховщиков услуга весьма прибыльна, а следовательно, на ней стараются, что ли, больше там зарабатывать, больше клиентов там обслуживать. Ну, вот я вам хочу сказать, что у меня совершенно другой опыт, но, тем не менее, мы сами приобретаем агентство недвижимости, имея такую практику, когда сами покупают данные по лицу, у страховых компаний и дарят их в подарок, как дополнительный бонус своим клиентам. То есть это не очень дорого для компании и, скажем так, это такой жест доброй воли или дополнительный бонус. То есть это довольно часто распространенная такая практика. Что же касается своих клиентов, то очень часто мы им предлагаем, особенно когда речь идет об арендном жилье, вот, застраховать свое имущество от порчи, но люди, судя по обратной связи, по реакции, не очень охотно на это идут. Но давайте все-таки вернемся к тому, изменится ли ситуация на рынке. Я, на самом деле, особо какой-то прямой связи не вижу, как это повлияет, например, на стоимость квадратного метра. Почему? Ну, если логично предположить, что обязательное страхование, но будут какие-то критерии определенные, да, логично страховать или сумма страховки должна зависеть от износа дома, от площади объекта и от того конструктива, из чего дом построен. То, вот, логично, что дороже должны стоить те объекты, которые более старые. Люди, проживающие в этих домах, они в большинстве случаев не все богатые люди. И для меня был сформулирован вопрос изначально, приведет ли это к повышению. Я думаю, что не приведет. Вот, приведет ли это к тому, что люди из-за дополнительной нагрузки начнут продавать свое имущество, но, возможно, но не в небольшой степени. Особо сильно это на рынок не должно повлиять. Во всяком случае, не так, как вопрос налогообложения, который в следующем году ответит всем физическим лицам, когда налогообложения уже будет... Или же отказ от привычного уже всем долевого строительства и переход в некие формы взаимодействия в этой сфере. Катерина, благодарю вас. Катерина Пахомова по телефону с нашей студии, директор агентства недвижимости «Территория». Ильвир, ну смотрите, вот только что прозвучало мнение, что услуга-то не востребована на самом деле. Вы говорите, сколько было заключено договоров? Ну, на весь Пермский край 430 тысяч договоров. Добровольного страхования, я подчеркиваю. Добровольного страхования, да. Но есть статистика, да, есть статистика по России, что у нас всего застраховано 5% домашнего имущества, это квартир. То есть это никто не говорит, что это цифры большие. Просто привела пример, что этот вид страхования, он не убыточен. Но это ваша недоработка, как страховщиков, либо же объема рынка нет? То есть вы звоните, говорите, да, давайте страховаться. Говорят, нет, нет, мы не хотим. У нас нет лишних, вы сказали, 3600 рублей. Ну, многие страхуют, кто-то не страхует, кто-то даже на ОСАГО, да, у кого-то даже денег нет, потому что хоть это и обязательная страховка, да, а потому что тарифы очень высокие. Кто-то страхует, кто-то наоборот защищает себя, всегда гражданскую ответственность, допустим, перед соседями делает, на случай затопления, или, ну, гражданскую ответственность тоже страхуют, или когда сдают в аренду квартиры. Ну, то есть на фоне вот этих вот новостей о вмененном страховании жилья, ну, пойдете снова в массы? Или как? Или что? Ну, знаете, можно сказать, что процент. И самое главное, тарифы все-таки вырастут, потому что когда вмешивается государство вот в ту или иную там, да, стезю, там, если нам говорят по телевизору, ребят, с гречкой в этом году все нормально, это означает, что через две недели там цена на продукт взлетает там до небес. Вот в этом случае возможно вот это, как вы считаете, подражение услуги? Подражение услуги, думаю, нет, его не будет. Я, можно сказать, про тарифы, да, которые будут по обязательному страхованию. А они известны? По вмененному. Да, они известны, известны минимальные тарифы и минимальная сумма, страховая сумма, на которую будет застрахован объект. То есть предполагается, что в квитанциях будут печатать эту сумму, это будет, это минимальная сумма взноса будет 30 рублей в месяц, то есть за год человек заплатит 360 рублей. Страховая сумма, страховое покрытие будет 300 тысяч рублей. Конечно, если мы будем говорить о квартирах, то данной суммы не хватит, чтобы восстановить какую-либо квартиру. Если речь будет идти о доме, то в принципе, наверное, там хватит. Но нужно понимать, что... Дом в деревне, если мы говорим о, ну, допустим, доме в 300 тысяч. И нужно понимать, что здесь будет только рассматриваться полная гибель имущества. То есть если повреждение, то, конечно, 300 тысяч там никто не заплатит. Полная гибель имущества. И надо понимать, что риск – это чрезвычайная ситуация природного характера. То есть здесь это тоже. Ну и нужно вообще, конечно, я не очень положительно отношусь к этому моменту, потому что я считаю, что это еще один денежный оброк. У нас получается, да, государство формирует еще один фонд. Можно сказать по поводу страховых компаний, да, в этом вопросе. То есть страховые компании будут собирать эти деньги. Они будут оставлять у себя только 5% всех денег. То есть это будет их прибыль. Ну, не прибыль, да, это расходы на ведение дела, на зарплату, все остальное. 95% уйдет в российскую национальную перестраховочную компанию. То есть вот это тот фонд, который формируется государством. То есть это как раз из которого будут выплаты в том числе, ну, в случае каких-то техногенных ЧП, там, врушения взрывов бытового газа и так далее, да? Но это я тоже вот вам говорю, что это только природные чрезвычайные ситуации. То есть если мы затрагиваем газ и взрыв газа, то это уже у нас будет региональный бюджет подключаться. И здесь уже будет. То есть региональные органы власти, они должны будут разработать свою программу, где будет ходить также взрыв газа. То есть риски немножко будут расширены. И также предполагается, ну, естественно, отложить это время на жителей. То есть если мы говорим, что минимальные тарифы, сказали, 30 рублей, по-моему, в месяц. 30 рублей в месяц, да. То есть здесь появляется еще какая-то региональная надбавка. Да, да. И уже, допустим, там становится 36 рублей. Если человек хочет расширить данную страховку, то он еще доплачивает какую-то сумму. Пока эти тарифы неизвестны. То есть пока известен только вот этот минимальный взнос, который будет. И минимальная сумма при этом минимальном взносе. Какая может быть? Ну, то, что это совершится, я так понимаю, уже, по сути, данность. Спасибо большое, Эльвира Менгалеева, в нашей студии, директор Пермского центра страхования. Ну, и ближе к завершению нашего выпуска, хотелось бы рассказать о забавном событии, которое грядет в Перми. Но любой пермяк может стать бездомным на один день. 17 июля в нашем городе пройдет первый квест про жизнь на улице. Предполагается, что участники его переоденутся и загримируются под бродяг. Они попробуют прожить полдня без еды и жилья, имея в кармане лишь 50 рублей. Ну, и, как говорят организаторы, имея кучу проблем. Ну, в их числе, например, поиск пропитания, возможности помыться, переодеться или просто поспать. Предполагается, что после прохождения квеста участники смогут понять, как жить вне дома, без доступа к общим благам и без удовлетворения своих основных потребностей. Организаторами выступил проект помощи бездомным на улице. Ну, вот и такой опыт тоже можно получить в нашем городе. Такова информационная картина дня. Спасибо, что выбираете наш канал. Увидимся в нашем эфире завтра. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok